Здравствуйте, дорогие почитатели Слова Божия! Вот уже скоро на исходе месяц, как мы с вами вместе читаем Библию. И этот проект находит очень добрый отклик в сердцах многих людей. Мы получаем совершенно искренние, откровенные, добрые пожелания касательно того, что люди впервые для себя открывают Божественное Слово. Кто-то останавливается на какой-то строчке, кому-то многое непонятно, кто-то уже приходит, задает вопросы, выписывает их на листик, и мы пытаемся с людьми уже разговаривать. И это, наверное, самое главное, что в этом проекте появляется у людей интерес к изучению Священного Писания. Не случайно мне хотелось бы привести вам слова премудрого Соломона, в книге притчей, которую мы с вами сейчас читаем, где говорится в 15 главе 14 стиха «Сердце разумного ищет знания, уста глупых питаются глупостью». Как важно нам питаться разумом, искать сердцем мудрости. А ведь главная премудрость Божия открывает нам свое Божественное Слово и Светом Христовым просвещает всех. Хотелось бы, немножечко подытожив, сказать о том, что в нашей группе уже более 700 человек. Две группы в WhatsApp уже наполнены. Мы открыли еще одну группу в Telegram, которая также уже более 100 человек, среди тех, кто читает вместе с нами Священное Писание. И вот мы приняли решение открыть еще одну группу в WhatsApp, потому что не у каждого есть Telegram, а люди, которые обращаются к нам, просят включить их в группу именно в WhatsApp. Мы открываем еще одну, третью группу и будем и туда направлять по тем главам, которые мы читаем из Священного Писания Ветхого, Нового Завета, и, конечно же, аудиофайлы, которые позволят при занятости прослушивать Священное Писание. Напомню, для желающих присоединиться к нашему проекту, возможность начать читать Священное Писание можно всегда. С сегодняшнего дня, с завтрашнего, и те, кто, может быть, пожелает из ваших родных, близких, кому вы расскажете о том, насколько дорого и сокровенно для лично вас то, что вы узнаете в этом Писании, ведь это можно сделать в кругу семьи, при встрече с друзьями. Расскажите о хорошем, хватит о плохом, о том, что нам постоянно передают в средствах массовой информации. Собрались знакомые, добрые друзья. Расскажите, что мы участвуем в проекте, в котором узнаем для себя много нового, то, чего не знали, может быть, никогда не открывали. И те построчные толкования, которые мы рассылаем на ваше мобильное устройство, помогают, и, мы надеемся, помогут вам в них разобраться. И еще, мы понимаем, что появляется много вопросов, и мы хотим пригласить вас к участию в обратной связи. Сейчас перед вами номер телефона, позвонив по которому, вы сможете задавать свои вопросы, высказать свои пожелания. Может быть, нам что-то улучшить, что-то изменить в лучшую сторону. А может быть, уже есть какие-то добрые примеры, которыми вы хотели бы поделиться с теми, кто участвует в нашей группе. Вместе с вами, читая Священное Писание Библии, еще раз перелистывая уже прочитанные странички, обращая внимание на пометки на моих закладках, я для себя открываю, что Слово Бога, оно продолжает жить и влиять на каждого из нас. Даже если ты уже его несколько раз прочитал, ты обязательно найдешь для себя что-то важное, новое, которое ты можешь применить в своей жизни. Приведу вам для примера. В это воскресенье, разговаривая с одним человеком, я напомнил о его нехорошем поступке. Но он посмотрел на меня так искусо, что мне показалось, что этим я его огорчил. А потом, читая как раз-таки в нашей группе книгу-притчи Соломона, в 17-й главе вдруг я для себя нахожу вот ту самую строчку, которая касалась моего разговора с этим человеком. Послушайте, это 17-я глава книги-притчи Соломона, 9-й стих. «Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга». И я для себя понял, зачем я ему о нем напомнил. И действительно почувствовал, как человек немножко отдалился от меня. И я тогда для себя решил, лучше проступок покрывать хотя бы неведением, незнанием, забвением, а еще лучше любовью. Тогда мы не будем отдалять от себя друзей. Давайте продолжать читать Слово Божие, причем читать не просто как книгу, а как книгу Бога, написанную для меня, для каждого из нас. Вот тогда нас не просто будет 700, нас будет больше. А самое главное, что мы будем ближе к Богу. Итак, читаем Священное Писание, получаем большую пользу для себя и своих родных, и, конечно же, применяем прочитанное в своей жизни. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова